МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал АТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И в начале выпуска мои коллеги о главном. Не повезло, так не повезло. Колесо фортуны армавирского грабителя свернуло на сторону законом. Об этом и не только Юлия Чернышева. Вопросами улучшения жизни города занимается все его население. На очередной встрече главы с Советом ветеранов побывала Дарья Топчева. Уведомления на уплату имущественных налогов. С какими новшествами познакомятся армавирцы, узнавала Анна Мельченко. 30 лет жизни на сцене. О творчестве заслуженной артисткой Кубани Татьяны Юдиной в репортаже Юлии Денежкиной. Обсудить сделанную, обозначить существующие проблемы и наметить пути их решения. 8 июня состоялась очередная встреча главы города Андрея Харченко и членов Совета ветеранов. Подробнее в сюжете Дарьи Топчиевой. Как решить проблемы, существующие в городе, совместными усилиями властей и жителей. Глава армавира Андрея Харченко встречился с членами Совета ветеранов. Сегодняшняя встреча посвящена текущим вопросам, вопросам развития города, перспективы развития города, взаимодействия территориальных ТОСов и квартальных комитетов с руководителями первичных ветеранских организаций. Проведение подобных встреч – привычное мероприятие для обеих сторон. Поэтому атмосфера в зале была какая-то особенная, дружеская. Глава администрации, поприветствовав присутствующих, отметил активное участие Совета ветеранов в жизни города, в частности майских праздниках. Хочу вам сказать слова благодарности за ваше участие во всех мероприятиях городских, которые прошли 1-9 мая. Знаете, весь президиум, который стоял 1 мая на городской площади, были приятно удивлены, когда шла колонна Совета ветеранов. Мы даже не верили своим глазам, что у нас столько много ветеранов, которые в строю. Затем последовал традиционный отчет об осуществляемом муниципальном образовании деятельности. К примеру, была отмечена работа трудовых бригад, дающая возможность школьникам не сидеть без дела, а с пользой проводить летние каникулы. Присутствующие были приятно удивлены новостью о реализации в конце июня проекта строительства бюветов с минеральной водой. Также Андрей Харченко пообещал, что автозаправочных станций в зеленых зонах города не будет. Диалог продолжился в форме вопросов и ответов. Дарья Топчева, Станиславчинский, служба новостей Армавира. День социального работника отмечается в России 8 июня. Данная служба в Армавире включает в себя управление социальной защитой населения и 10 учреждений СЗН. Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов, реабилитация инвалидов, социальная защита семьи, материнство и детство, выплата компенсаций – это основные направления работы всей отрасли социальной защиты населения Армавира. На учете в УСЗН состоят более 112 тысяч человек, имеющих право на меры социальной поддержки. Ежегодное управление производит различные выплаты на общую сумму 566 миллионов рублей. Организуется работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, с инвалидами. Руководит управлением сослуженный работник социальной защиты населения Кубани Ирина Лаптева. В Армавире по горячим следам задержан вор. Преступник ограбил попавшуюся ему по дороге девушку, а потом попытался скрыться с места событий на мопеде. Но ехать далеко у молодого грабителя не получилось. Продолжит Юлия Чернышева. Теперь эти кадры камеры видеонаблюдения на центральной площади города будут доказательной базой в деле армавирского грабителя. Как позже выяснилось, 21-летний мужчина поздней ночью подъехал к лавочке, на которой беседовали две девушки. Его, кстати, интересовало не знакомство, а лишь имущество милых дам. Сумочка с деньгами и документами одной из них была похищена мопедистом в считанные секунды. Но в ту ночь колесо фортуны повернуло в сторону закона. Девушка подробным образом описала внешность злоумышленника, после чего данная ориентировка была передана дежурным нарядам. Также к работе подключились сыщики отдела уголовного розыска, отдела МВД России по городу Армавиру. Одним из оперативников, по имеющимся приметам, данный молодой человек был обнаружен в районе первой гимназии. После чего он попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. И в свою очередь, попросив подкрепление через дежурную часть отдела МВД России по городу Армавиру, сотрудниками полиции, дежурным нарядом отдела вневедомственной охраны, данный молодой человек на скутере был задержан на пересечении улиц Горького и Мира в городе Армавире. Сейчас грабитель находится под стражей, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Кстати, во время задержания у преступника оказался паспорт, ограбленный им девушке, от которого тот не успел избавиться. Что касается социального портрета злоумышленника, стоит отметить, что ранее он уже был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, таких как кража, грабеж и мошенничество. А в настоящее время он нигде не работает, и основным источником дохода для него являлось совершение таких преступных действий. Полицейским грабитель уже во всем сознался, а также покаялся в совершении монологического преступления, правда, двумя месяцами ранее. Юлия Чернышова, Михаил Тихонов, служба новостей Армавира. Работникам следственного изолятора, подозреваемым в превышении должностных полномочий, предъявлено обвинение. Напомним, 5 января этого года 30-летний житель Сочи прибыл к зданию следственного изолятора Армавира, чтобы передать посылку находящемуся под стражей товарищу. Однако сделать это он не смог. Между посетителем и сотрудниками СИЗО возник конфликт из-за неправильной парковки автомобиля. Далее сочинца завели в изолятор, где, по его словам, нанесли ему телесные повреждения. О произошедшем пострадавшей незамедлительно сообщил в Армавирске следственный отдел Следственного управления Следственного комитета. По факту было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день его фигурантам предъявлено обвинение. Само дело передано в Армавирский городской суд. Сотрудники СИЗО, они признают вину, указывая на то, что они не совершали никакого преступления в отношении потерпевшего, не применяли насилие. Сам потерпевший находится по месту его жительства в городе Сочи. Никакого вреда здоровью ни причины. Многие армавирцы уже получили единое налоговое уведомление на уплату имущественных налогов за 2011 год. Транспортного, земельного и на имущество физических лиц. Одним словом, граждане смогут уплатить сразу три налога по одной квитанции и в один срок. Кроме того, в самой квитанции произошли еще некоторые изменения. Какие выясняла Анна Мельченко. Введение единого уведомления по имущественным налогам для физических лиц было утверждено приказом ФНС России в 2010 году. В настоящий момент фискальным органам, физическим лицам уже разосланы квитанции данного образца. В текущем году срок уплаты имущественных налогов выпадает на 1 ноября 2012 года. Убедительная просьба к налогоплательщикам, получившим налоговые уведомления на уплату налогов, не дожидаться срока уплаты налогов, а проплачивать имущественные налоги по мере получения налоговых уведомлений. Данная форма единого уведомления на настоящий момент видоизменена. Теперь она предусматривает и обратную связь налогоплательщика с фискальным органом. Если в документе будут содержаться недостоверные данные, граждане смогут сообщить об этом, направив в инспекцию заявление по почте или любым другим способом. До наступления срока уплаты имущественных налогов, то есть до 1 ноября, в налоговую базу будут внесены изменения в соответствии с теми данными, которые будут представлены физическими лицами. В случае неполучения единого уведомления налогоплательщикам по каким-либо причинам, необходимо сообщить в налоговую инспекцию по месту регистрации. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армайвера. 30 лет жизни на сцене. Заслуженная артистка Кубани Татьяна Юдина не только прекрасная актриса, но и заботливая домохозяйка. В этом убедилась Юлия Денежкина, побывав в канун дня рождения у нее дома. Татьяна Юдина родилась в селе Акша Читинской области, в семейной династии милиционеров. Поэтому она хотела пойти по стопам своих родных, но судьба распорядилась иначе. Получила профессию бухгалтера и решила двигаться в выбранном направлении. Устроилась работать по профессии в Варзамасский драмтеатр. Театральное представление первый раз увидела в 17 лет и была им очарована. Вначале девушка только наблюдала за артистами со стороны. Но все изменил случай. В театре Арзамаса ставили спектакль «Молодая гвардия». Не хватало артистки на девичью роль. На репетицию пригласили Таню. Здесь ей досталась ее самая первая эпизодическая роль Лены Познышевой, подруги Олега Кашевого. По словам членов театрального совета, девушка очень натурально сыграла страх при встрече ее героини с фашистами. Как выяснилось, позже юная Таня просто очень боялась выходить на сцену. От этого такой натурализм. Высокая оценка совета этой роли помогла ей в будущем. Два года девушка работала в Варзамасском театре не только на сцене, но и в бухгалтерии. А еще у нее получалось шесть сценические костюмы и элементы к декорациям. «Сказал главный режиссер, надо тебе уезжать. Он мне помог составить письма. Я в разные театры написала письма. Мне пришло, помню, из Камышина, по-моему, из Сарапова, еще откуда-то. Мне пришло сразу приглашение. А Котовский драматический театр меня пригласил на просмотр худсовета». Приглашение само собой подразумевало большой успех. На кастинге начинающая актриса познакомилась с будущим известным пародистом Александром Песковым. Только Саше и Тане удалось пройти отбор. И начался бурный творческий рост. Актриса, владея неординарной внешностью, сильным голосом и необыкновенной силой темперамента, была находкой для театра. 16 сезонов ее имя не сходило с афиш Котловского драмтеатра. За 30 лет работы на сцене в репертуаре заслуженной артистки накопилось более 120 ролей. «Могу сказать, что Баба-Яга – это я профессиональная Баба-Яга. То есть все роли, которые в Котласе были, да и здесь я тоже уже играю Баба-Яга, играла тоже. Все роли в Котласе, если Баба-Яга – лиса, это 100% была я». Среди особо запоминающихся ролей – Варвара в последнем сроке, Распутина. Полина в спектакле «Выходили бабки замуж». А среди любимых – роль хороших в театральной постановке «Прошлым летом в Чулимске». И Миропа-Мурзовецкая в спектакле «Волки и овцы» Островского. В 2000 году Татьяна переехала из Архангельской области в Краснодарский край. Уютный город Тормовир ей сразу пришелся по душе. Здесь она стала играть на сцене одного из старейших театров Кубани. Быстро нашла общий язык с коллегами. Сегодня Татьяна Владимировна и актриса, и режиссер-постановщик. А еще она отличная домохозяйка – мать двоих детей и бабушка одной внучки. В свободное от работы время любит заниматься разведением цветов, в частности, роз. Жаль, что в этом году из-за холодной зимы многие молодые побеги погибли. Но следующий год обещает быть урожайным. Причем как на любимые цветы артистки, так и на театральные постановки. Юлия Денежкина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. На международном фестивале-конкурсе детского творчества «Цветик-семицветик» в Орленке победителями оказались воспитанники Армавирского дворца детского и юношеского творчества. Анжелика Верясова, Никита Бехтерев, Елизавета Нечаева, Мелкон Вартанов и Алекс Лисаренко. Педагог Римма Мамец. Дуэт «Двойной фрэш» Елизавета Нечаева и Мелкон Вартанов в номинации «Театр музыки» лауреаты первой степени. Ребята так понравились компетентному жюри, что им вручили специальный приз – путевки в Орленок. В номинации «Театр родного актера» Мелкон Вартанов и Елизавета Нечосова стали лауреатами первой степени. Во всем этом большая заслуга педагога. Устроители конкурса решили забрать Римма Мамец в Москву в студию «Домисолька». Но педагог Дворца детского и юношеского творчества осталась верна своему коллективу. Об этих и других событиях вы также сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv Также вам доступна видеоверсия информационной программы «Твои новости». А на форуме «Медиагрупп» можно предложить волнующие вас темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. Всего вам доброго и до встречи на телеканале ТНТ «Армавир». Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Улица Мира, 51.